Добрый день, уважаемые дамы и господа. Решите мне в начале с выступления сказать, как немножко необычно, мы находимся на пассажирском порту Морской фасад. Я являюсь капитаном порта, большой порт Санкт-Петербург. В соответствии с законом о портах мы закончили формирование 1 февраля создание единой администрации порта Финского залива, в который входит большой порт Санкт-Петербург, Морской пассажирский порт, Выборг, Высоцкий, Слуга, Приморский. Все порты Финского залива. Как капитаны мы выполняем советы на стороне правительной законодательности и на одного из капитанов возложена дополнительная функция быть администратором. Я являюсь секретом порта, большой порт Санкт-Петербург и администратор начальника администрации Морских портов Финского залива. Что касается Морского пассажирского порта, который был построен в рамках федеральной программы для приема пассажирских судов и пассажирских паромов, ну сказать следующее, что были инвестированы значительные средства в федеральный бюджет и из городского бюджета, который приобрел инфраструктуру Морского фасада. Поэтому перед нами, перед капитаном порта Орловым, Юрий Валентинович Кабреля, сельским капитаном и перед администрацией Морского порта ставится большая задача эффективного использования этого порта, привлечения дополнительных судов для того, чтобы компенсировать те затраты, которые были признаны на строительство этого современнейшего комплекса. Со своей стороны мы принимаем все шаги для того, чтобы помочь операторам на начальном этапе сохранить положительную тенденцию по привлечению дополнительных паров. Сейчас, кстати, нами сделано обращение компании «Росморпорт» с тем, чтобы облегчить нагрузку по портовым сборам в межсезонные, то есть с октября по маям месяце, когда наиболее сложная обстановка, и по пассажиропотоку, и по наиболее обстановке, чтобы нагрузка на портовый сбор был наименьшим. Перевод пассажирских паромов на морской и пассажирский порт нам еще был приятен тем, что в зимних условиях достаточно сложно осуществлять судоходство по морскому каналу, который протяженность которого строит 24 миль от приемного боя до причала. И эти паромы, они примерно на полпути будут выходить с основного канала, освобождая, так сказать, место, освобождая, так сказать, грантик движения для судов. У нас были несколько проблем, когда у нас здесь есть такие, ну, сильные, в смысле, мощные суда, как паром принцесса Марии, принцесса Анастасии. Для вашей семьи, она принцесса Мария, у нее мощность главных двигателей 30 тысяч лошадей. Она у ледокола 40 на 20 тысяч, то есть, представляете, просто засадит. Она может самостоятельно ходить, но зима была достаточно необымемная, поэтому были некоторые проблемы. А суда маломощно, они иногда застревают на канале, сложность в том обойти, у нас каналы насторонние, поэтому мы эту задачу порешаем. Я надеюсь, что в следующей новизации все эти зимние условия были более благоприятными, и уход паромов на морской фасад помещает нам нагрузку по зимнее время. Ну, так, мы приветствуем, конечно, то, что увеличивается количество сухозаходов, мы приветствуем то, что, хотя количество сухозаходов, ну, приплановано шоу, то в Санкт-Петербург не увеличится, добавляется в Порт-Хельсинки, но, тем не менее, работа этих паромов в этом регионе Балтийского моря. Надеюсь, привлечет дополнительные паромы и в Санкт-Петербург. Спасибо. Спасибо. Корей, пожалуйста, ваши вопросы.